В городе Сочи произошла сегодня тоже потрясающая ситуация, которая показывает, каким образом будут обстоять дела в будущем. Вы знаете, наверное, кто следит за нашей деятельностью, что у нас есть такой в отделе расследований потрясающий. Георгий Албуров, замечательный человек, он не работает в ФБК, но наш постоянный консультант и волонтер Влад Сдольников, который сейчас очень активно тоже занимался всей этой ситуацией с Телеграмом, он такой наш IT-консультант. И один из лидеров движения за свободный интернет в России, они были сегодня в Сочи, по всяким там делам, и сидели в кафе. И просто в какой-то момент к ним подошли какие-то люди, шесть человек, достали пистолет и сказали, на самом деле, днем, днем в кафе на набережной. Подходят люди в гражданке, достают оружие, сказали, вы должны немедленно уехать, или мы вас отвезем в горы и убьем. Албуров должен присылать мне видео, 1 минута 27 секунд, сам его не видел. Сейчас вместе с вами посмотрю, он нам расскажет, что произошло, давайте посмотрим. Это Георгий Албуров, мы с Владиславом Сдольниковым находимся в городе Сочи. Сегодня мы обедали в одной из сочинских кафешек, и к нам подсело примерно 6-8 человек, таких очень крепких, накачанных ребят, полулысых. Это были не Кавказы, а были такие люди, скорее, похожие на какой-то спецназ ФСО. Ну, мы здесь находимся по рабочим вопросам, и понятно, что они за нами следили. Мы прозвенели при покупке билетов по всяким системам, которые контролируют покупку билетов. Нас отслеживают по базовым станциям, и в итоге нас конкретно нашли вот в этом конкретном сочинском месте. Они оказывали на нас давление, заставляли нас уехать из Сочи, говорили, что если мы не уедем, нас отвезут в горы. Демонстрировали оружие, которое они специально для этого взяли. Угрожали нас избить, и вообще всячески давили на нас, и угрожали расправой, если мы не уедем из Сочи. Мы написали на них заявление, где указали, собственно, все обстоятельства произошедшие. У нас не хотели его брать. Сначала говорили, что вам надо в другой район ехать отдавать. Потом говорили, что ну зачем же вы подаете, все равно никого не найдут. Потом говорили, значит, что найдут, а те люди скажут, что это вы на них напали, и вас посадят в итоге. Ну, мы достаточно долго припирались с сотрудниками полиции, но в итоге подали все-таки заявление. В итоге, собственно, будем ждать ответ, будем надеяться на российское правосудие, и что этих людей, которые средь бела дня угрожают на улицах Сочи с оружием, будем надеяться, что их найдут. Май месяц Сочи. Курортный сезон. Огромное количество полиции. И предполагается, что это должен быть один из самых безопасных городов России в это время. Ну, мы понимаем, что такое Краснодарский край, мы понимаем какие-то местные особенности, но вот так вот, чтобы просто посреди белой дня с пистолетами какие-то шесть человек пришли, они же отняли у них телефоны, ну, те, естественно, когда подходят какие-то люди, доставят пистолеты. Я знаю Албуров, он достался телефон и начал это все снимать, они отняли у них телефоны. Типа, мы вас убьем, зарежем, ну, не зарежем, это были какие-то русские, действительно. Судя по всему, это были те же самые полицейские ФСОшники или ФСБшники, которые, ну, посмотрели по базе, ого, приехали люди из ФБК, так, значит, они снимут сейчас чьи-то дачи? Ну, или что, такое сделают? Вот, это же угроза национальной безопасности. Если они разоблачат какого-то вора, так это же, посмотри, поднимайте красные флаги, запускайте сигнальную ракету, спецгруппа ФСО переодевается, в оружейной комнате получает оружие и идет защищать этих воров. Нужно немедленно выгнать из Сочи, из Сочи, вот этих двух возмутителей спокойствия. Ну, и поехали, и не стесняются с пистолетами, и как это может все происходить? Могли ли мы себе представить, что так вот открыто, ну, то есть в Чечне это происходит довольно давно, в Дагестане такое может происходить, но в Сочи? Три года назад было тяжело это представить, сейчас это происходит, и это, опять же, то, каким образом они будут себя защищать. Ну, и, кстати говоря, это тоже хорошая, ну, хорошая идея о понимании того, во что превратилась Россия. Все же мы говорим про клятые 90-е, про клятые 90-е, и какое-то представление о проклятых 90-х, оно закрепилось как раз вот примерно такое, что какие-то люди в кафе с пистолетами, с пистолетами, это сейчас происходит. И мы же понимаем, что когда вот этим людям один раз разрешили в гражданке там кому-то там показать оружие, светануть, ну, так они через несколько часов, через несколько дней или в каких-то других обстоятельствах, они просто, я извиняюсь, там по пьяни в таком же кафе будут обычным туристам это все показывать, кто о них косо посмотрел или что-то не то сказал, оно именно так и работает, и никак иначе ты работать не можешь. Ну, если ты там полицейскому или ФСБшнику говоришь, иди и сделай действия, которые являются преступными и незаконными, ну, то есть соверши иди преступление, сказал им их там какой-то там милицейский или ФСОшный начальник, ну, так можно совершить преступление, ну, так и значит, и в следующий раз меня гарантированно отмажут от другого преступления, ведь мы со СМАИ начальником совершаем преступление, рука руку моет, вот так оно это работает, ну, я молодцы из Дольников и Албуров, что не там не уехали просто молча, собрав манатки, а придали ситуацию огласке, пошли заявили в полицию, я отлично понимаю, что ни к чему это не приведет, но тем не менее, это важный факт просто показывает, что мы не боимся, ну, понятное дело, там, с пистолетом, что ты на нее попрешь, да, ну, он тебя еще и застрелит, а потом скажет, что напал на нее с вилкой, но важно показать, что ты не боишься и, по крайней мере, готов придать ситуацию огласке.